Благоприятна ли окружающая среда в Ивановской области? В Департаменте природных ресурсов и экологии подвели итоги минувшего года и наметили основные задачи на следующий. Год экологии над сохранением Ивановского природного наследия работали особенно тщательно. Наиболее эффективным методом сохранения природных комплексов и берзнообразия является создание сети особо охраняемых природных территорий. В Департаменте введется планомерная работа по оформлению паспортов и положений ОБПТ регионального значения, внесению сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости. Как результат работы, площадь охраняемых территорий увеличилась на 2000 гектаров. Больше всего беспокоит сотрудников Департамента состояние водных объектов в регионе. В 2017-м завершили работы по очистке русла Вязема в Тейкове. А в 2018-м планируют расчистить Тезу в Шуе. Отдельно обсудили вопросы границ и загрязнения акваторий, в том числе в Заволжском районе. Задача государства и на что нас нацеливает Генеральная прокуратура – это все-таки превентивные меры не допустить нарушения, не привлечь к ответственности за уже имеющиеся факты, а не допустить сам факт. Еще один вопрос касался охоты. В департаменте сообщили – карту угодий не удалось утвердить. Ее сейчас разрабатывают. Границ охраняемых территорий также требует уточнений. Кроме того, в 2017-м специалисты отмечают рост жалоб на экологические проблемы. А если посмотреть, то они все исключительно связаны с правом на благоприятную окружающую среду, на жизнь. И я хочу сказать, что эти жалобы наиболее тяжело решаются. Они решаются очень долго. У нас есть вопросы, которые мы решаем. Вот я уполномоченный пришла, да, и вот третьи три года мы уже решаем некоторые вопросы, касающиеся работы промышленных предприятий, загрязнения окружающей среды. На заседании распорядились не допускать отписок и решать экологические проблемы в максимально короткие сроки, пока они не превратились в катастрофы. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.